Приветствую всех! Одесса, 17 июня 2023 года. Сегодня поступила информация о том, что в Одесском морском порту на причале номер 2 обнаружили холеровидный вибрион, НАК, первой группы по хейбергу. Отмечается, что они не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями. Также в морской воде обнаружили положительный результат СНК-астровируса. Огромная просьба, не купайтесь в Черном море. Вчера я публиковал видео, где море уже зеленого, такого ярко-зеленого цвета, и сообщают о том, что Одесский залив зацвел комплексом потенциально токсичных цианобактерий. В отобранных пробах морской воды от 12 июня выявлены положительные результаты РНК-астровируса и ДНК-сальмонеллы. Санэпидем ситуация находится на постоянном контроле, то есть берут постоянные пробы. На пляже Лонжерон зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железо общего в 2 раза, соленость ниже нормы в 2 раза. На 16-й станции фонтана зафиксировано превышение взвешенных веществ в 2,6 раза, соленость ниже нормы в 2,6 раза. То есть означает, что вода опресневела, то есть уже меньше соленость, соответственно, это еще больше будет разные бактерии и всяких микроорганизмов развиваться. Но, по крайней мере, Инфоксводоканал сообщает, что питьевая вода соответствует норме. Хоть это радует. Не купайтесь в Черном море. Еще вас всех прошу.